Собственно говоря, сегодня очень важный вопрос. Можно ли найти кроссовки от 2 до максимум 5 тысяч рублей с отличными характеристиками для повседневной эксплуатации? Понятно, что здесь не будет никаких именитых брендов. Рассматривал варианты я на платформе Joom. Среди просто огромного многообразия обуви в этом ценовом сегменте я выбрал несколько пар, которые, на мой субъективный взгляд, заслуживают вашего внимания. Итак, первая пара будет от бренда Bastloa. Компания достаточно давно производит кроссовки. Они специализируются на вседневных именно моделях. Но, опять же, в их коллекциях, насколько я смог заметить, есть варианты и для туристической эксплуатации. Вторая модель уже от бренда, который на слуху, это китайские производители OneMix. Если вы начнете более глубоко изучать этот вопрос, эти кроссовки, они достаточно популярны. У них есть свое фанатское сообщество. Их очень любят люди, которые профессионально занимаются бегом. Я же, опять же, в свою очередь ищу обувь для повседневной эксплуатации. Мне показались, опять же, вот с учетом скидки, хотя их прайс в районе 7000 рублей, но вот на джуме с учетом покупки дополнительных двух вещей, это могут быть какие-то любые безделушки по 100 рублей. Ценник, в принципе, адекватный, в районе 4200-300 рублей. В принципе, их можно тоже отнести в сегмент доступных кроссовок. Итак, кроссовки от компании Baas Ploa. Название, друзья, честно говоря, я никакого здесь модели не нашел. Собственно, ориентироваться нужно вот на этот номер 7480. По дизайну, на мой взгляд, вот в пределах 2000 рублей ничего, собственно, найти больше невозможно. Это либо какую-то паль на Авито или на наших дискаунтерах искать и то, поверьте, вот за 2-3 тысячи рублей. Качество пали будет просто на запредельно низком уровне. Опять же, чтобы купить даже хорошую паль, это нужно в районе 5000 рублей. Да и вообще, в целом, паль, ну, на мой, опять же, субъективный взгляд, это далеко не самый лучший выбор. Ну, во-первых, дизайн, он достаточно современный, стремительный такой силуэт. По материалам, средняя подошва, друзья, у нас это просто один типовой стандартный кусок пены. Никаких технологий здесь нет. Хотя, по сути, вот на скручивание в этой точке они не идут. Но, не знаю, друзья, если это и торсион, то он просто из какого-то очень мягкого материала сделан. Хотя, все-таки, какие-то, наверное, попытки создать элемент дополнительной жесткости здесь, безусловно, есть. Присмотрелся более внимательно. Все-таки, да, друзья, это торсион. Вот, обратите внимание, с внутренней части этой пластины нет. Здесь, как бы, продолжение пены идет. В этой части, все-таки, вставка из пластика дополнительная присутствует. Поэтому подошва состоит из открытых участков пены и обрамляют ее вставки из резины. Невысокая здесь жесткость. 30 ньютонов на метр всего. Это говорит о том, что, все-таки, истираться эта часть подошвы будет достаточно быстро. Но, с другой стороны, в этом ценовом сегменте отлично, что уже не вся подошва, это просто одна пена. Так бы она стерлась еще быстрее. Здесь все-таки какая-то защита подошвы есть. Плюс, сами эти ламели, они на зацеп будут лучше идти. Сам протектор не агрессивный, но исключительно для городской эксплуатации. 342 грамма для US 11 размера. Большая часть материалов вверх представлена искусственным нубуком. Обратите внимание, друзья, на срезы. Это искусственный материал. Выглядит очень неплохо, даже по тактильному ощущению. Вот если не видеть срез, его очень сложно отличить с натуральными материалами какими-либо. Есть вставка из сетки. Там достаточно толстый подклад находится. Пена 26 ньютонов на метр. Пена вроде мягкая, по сути платформа здесь не отличается какой-то гипертрофированной мягкостью. Очень важный нюанс. Это колодка. И она здесь очень широкая. Вот эти кроссовки идеально подойдут для людей с широкой стопой. И посадочная вот эта часть достаточно широкая. То есть обувать вам будет их удобно. И сама колодка. Здесь все абсолютно сделано для того, чтобы человек с широкой стопой мог комфортно их эксплуатировать. Несмотря на наличие подклада и достаточно плотной сетки, кроссовки неплохо вентилируются. Летом градусов до 22-23 это вообще их предел. А вот идеальные условия эксплуатации это в районе градусов 17-18. Достаточно плотная набивка в пяточной области. Сама пятка имеет дополнительную вставку, что положительно скажется на стабилизирующих функциях. Плюс еще и спинатор дополнительный. Давайте с вами посмотрим стельку. Это по крайней мере не банальный кусок ортолайта. Здесь есть какие-то попытки сделать ортопедические свойства дополнительные. Вставки есть, дополнительные умягчения, так сказать, подошвы. Поэтому к стельке вопросов нет. Отличного качества. Внутри видно сразу, что это фабричное производство. Качество швов, материалов. Все находится на уровне именитых брендов. Кроссовки приходят без коробки. Упакованы они в целлофановые пакеты. Первые несколько минут бьет достаточно такой прям активный запах химический. Но буквально через пару минут он выветривается. Причина, наверное, банальна. То, что они в пакете едут. И, в принципе, спустя час вы уже ничего не ощущаете. За 2000 рублей это вполне себе годная обувь. Для холодного лета, весны. Одним словом, ничего плохого я в них не нашел. Оказывается, за 2000-3000 рублей вполне можно найти приемлемые кроссовки для ежедневной эксплуатации. Вот бренд Бас Плуа. Собственно, тому подтверждение. Все ссылки вам оставлю в описании. С этими кроссами отдельная ситуация. Получилось. Выбирал я исключительно по дизайну. Какие-нибудь интересные модели. Желательно для летней эксплуатации. И если с Бас Плуа там все, собственно, понятно было. Я выбрал ту, на мой взгляд, самую интересную модель на повседнев. То с этими казус произошел следующий. Я опять же выбирал исключительно для того, чтобы на каждый день их эксплуатировать. Оказалось, по факту, после того, как я их уже заказал, начал изучать более глубоко вопрос. Оказалось, что эти кроссовки очень-очень популярны в среде людей, которые занимаются профессиональным бегом. И огромное количество положительных отзывов. Волк в овечьей шкуре. Хотя, опять же, шкура здесь далеко не овечьая. По дизайну, на мой взгляд, они дадут фору моделям от именитых брендов. Давайте с вами детально разберем, что, собственно, они из себя представляют. Ну, самое главное, чем они запоминаются, конечно же, это средняя подошва. Она гипертрофированных размеров. Раздутая такая, масштабная. На ноге смотрится потрясающе. Но здесь, помимо вот этого достаточно обширного куска пены. Кстати, пеной просто какой-то запредельной мягкости. Она как зефир. 24 единицы показывает дюрометр. Ну, мягкая, реально, друзья. Очень мягкая пена. Буквально, вот она играет под вашими пальцами. Причем, опять же, вот ощущения такие достаточно реактивные. То есть, она и проминается достаточно активно, но и возвращает свою форму тоже, по сути, моментально. И если в средней подошве особо никаких технологий я не нашел, то вот что касается подметки, здесь уже все гораздо интереснее. И первое, это вот эта вот воздушная капсула. Считайте, что технология Air на минималку. Создается эффект дополнительного, так сказать, выталкивания. То ли пена сама дает, или эффект, возможно, работает непосредственно эта капсула. Единственное, что меня смущает, вот обратите внимание, высота этого элемента. То есть, он практически встык находится с самой подметкой. Заимственная технология того же Adidas Clima Cool. То есть, это дополнительная вставка, за счет которой ваша стопа должна дышать. Одним словом, очень футуристично все это выглядит. И на самом деле не просто выглядит, потому что это у нас открытая пена. А вот эти участки защищены дополнительными вставками из резины. В целом, усиление нормальное. 50 ньютонов, здесь жесткость. То есть, очевидно, что эта резина будет высокоэффективна. Сохранится подошва у вас гораздо дольше. Плюс, здесь очень интересные ламели. Они сделаны, знаете, как на зимней резине. Внутри она, эта ламель жесткая. А сверху, вот такой состав, как на ламелях на зимней резине. То есть, очевидно, что на жестких поверхностях, таких как асфальт, зацеп здесь будет просто отличный. Это не самый важный показатель. Для нас важен комфорт для повседневной эксплуатации. По крайней мере, в таком контексте я делаю обзор на данную модель. И здесь, что могу сказать, очень спорное решение. Поскольку эта подметка, она объективно, скажем так, заставит вас привыкать к этой обуви. Во-первых, она гипертрофированная мягкая. И эта мягкость, знаете, то есть, первые там 10 минут, она, конечно, вау-эффект определенный дает. Дальше к этому реально нужно привыкать. Целый день находиться вот в такой обуви, боюсь, что для некоторых это окажется дискомфортно. В остальном, это типовые кроссовки-носки. Здесь минимальное количество усилений. Даже пятка, вот обратите внимание, несмотря на то, что здесь есть дополнительная вставка, пятка, фактически, вот она здесь, жесткости у нее никакой нет. Поскольку, ну, стабилизация здесь на минимальном уровне находится. Вставок жестких каких-то нет. Единственный элемент, это вот в носочной части здесь есть такие вот резиновые прослойки, которые дополнительно должны форму как-то держать. Но, как можете видеть, форму-то они, по сути, и не держат. На первый взгляд кажется, что эти кроссовки идеальны для тренировок или эксплуатации на повседневной основе именно в летний период. Но, это на самом деле заблуждение. Поскольку, сетка здесь реально классная. 3D-сетка, несколько здесь получается слоев ее. Но, внутри, это, друзья, сетка закрыта достаточно толстым подкладом. Поэтому, нога в целом при активной эксплуатации, при высоких температурах выше, допустим, 25 градусов, она у вас будет потеть. Это факт. Для чего сделаны подобные решения? Ну, сложно сказать. На мой взгляд, прежде всего для того, чтобы сохранить долговечность этих кроссовок. Поскольку, здесь, если была бы одна сплошная сетка, то рвалась бы она на раз-два. Нужен какой-то эластичный материал внутри. Вот и подклад, который там, собственно, находится, является этим эластичным материалом. Поэтому, назвать эти кроссовки идеальными на очень жаркую погоду, я бы не сказал. Вот 25 градусов, мне кажется, это их потолок. В US 12 размере 358 грамм. На самом деле, очень хорошие показатели для этого размера. Стелька очень крутая. Вообще, по материалам, по своим качествам. Текстиль, который сверху находится. Попытки сделать какие-то ортопедические свойства. К внутрянке тоже вопросов никаких нет. Все качественно сделано. Видно, что это фабричное производство. Очень классный материал. Шелковистый, приятный. На нем не будут оставаться катушки. Очень приятная штука. Бывает, обувь с ним очень удобна. Прям такой, достаточно скользящий. Вот такая конструкция характерна для обуви из Гортекса, когда делается карман. Вот такой, скажем, незатопляемый дополнительный. Здесь вот, я не знаю, для чего это решение было. Видимо, язычок достаточно легкий. Обратите, кстати, внимание. У него вот здесь перфорация даже такая посрединке есть для дополнительной вентиляции. Видимо, чтобы он не ерзал, фиксация за счет самой стопы вот этими кармашками дополнительными осуществляется. Кстати, шнурки, да, здесь очень такие. Они плоские, не будут развязываться. Очень, кстати, стильно сделана вот эта вот красиво переливающаяся резиновая вставка. Очень, кстати, классного материала. Дополнительный шильдик. В принципе, можно пользоваться по назначению. Очень уверенно он здесь пришит. Эти кроссовки ко мне пришли тоже в целлофановом пакете. Вот здесь мне это не очень понятно, на самом деле. Если та же Бас Плуа за 2000 это как бы норм, то вот 4, а там фулл прайса вообще 7000 рублей. И это не Камильфо. Оказалось, что это вполне себе серьезные кроссы. Мне кажется, они на уровень с Ленингом должны, по идее, уже выйти. Потому что здесь такие решения прям классные. Видно, что это не просто какие-то маркетинговые штуки. Реально подметка просто подарит незабываемые впечатления. Я не говорю то, что она будет комфортна для всех. Но впечатление вам гарантировано это 100%. В части дизайна есть, конечно, заимствование от этого Adidas. Вот эта вставка идет в целом по силуэту на хоку чем-то они. Напоминает тот факт, что огромное количество людей использует их для занятий спортом. Что касается повседнева, это вопрос открытый. Если вам вот такая гипертрофированная мягкость импонирует, то эту обувь можно рекомендовать. В пределах 4000 рублей, на мой взгляд, это вообще одни из самых интересных кроссовок, с которыми я за последнее время сталкивался. У кого есть подобные пары, друзья, напишите в комментариях о своих впечатлениях, о плюсах и минусах данной обуви. По итогу, что можно констатировать. В целом, 24000 рублей это достаточная сумма, чтобы купить более-менее приличные кроссовки. Не обязательно надо идти искать себе какую-то паль. Можно найти от сторонних производителей начального уровня, можно купить и за 2000 рублей. Да, материалы будут искусственные, но поверьте, эти же искусственные материалы будут присутствовать и в кроссовках именитых брендах начального уровня. Да, колодки, может быть, нестандартные. Для многих людей, у кого широкая стопа, вообще кроссовки будут откровеннее. Здесь, по сути, вообще отдельная ситуация. Выбирал с точки зрения дизайна для повседневной эксплуатации. По факту получилось, что это фактически такой прям спортивный болид. Я надеюсь, что был вам полезен с этим обзором. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья!